шаверма казалось бы зачем нам рассказывать о столь простейшем блюде если вместо готовки вы можете просто взять и купить ее в ближайшей шавермошной шаурмачной шавер ай это не столь важно считается что самый первый вариант шавермы был изобретен степными кочевниками которые заворачивали в лепешку жареная на костре мясо сайгака шаверма это блюдо которое пришло из турции кстати в турции шаверму называют дёнар кебаб что в переводе значит вращающиеся мясо когда-то турецкие повара обратили внимание что при горизонтальной обжарке жир из мяса стекает в огонь так оно становится сухим и невкусным а при вертикальной обжарке мясо остается более сочным но если это дёнар кебаб то почему мы называем его шавермой или шаурмой шаверма это арабское произношение турецкого слова шеверме что значит заворачивать а шаурма это производная от арабского глагола шава то есть жарить у многих сейчас возникает вопрос так как правильно шаверма шаурма или дёнар кебаб в россии как и во всем мире шаверму называют по-разному если вы из центральной или южной части россии то скорее всего вы говорите шаурма если вы обитаете в северо-западной части необъятной родины вы говорите шаверма если же вы из арктики то скорее всего вы не смотрите это видео вам и без шавермы вкусно у вас есть олени в германии как и в турцию шаверму называют дёнар кебаб под этим названием 50 лет назад в западном берлине стали продавать это блюдо и сейчас она очень популярная вся слава досталась выходцу из турции кадыру нурману немцы считают его изобретателем дёнара для того чтобы приготовить шаверму шварму или дёнар кебаб нам понадобится курица бедра без кости лаваш огурец помидор лук капуста пекинская масло растительное майонез кефир сметана чеснок кардамон кориандр соль сегодня мы будем готовить не просто какую-то шабуху я предлагаю вам почувствовать себя настоящими авиаконструкторами мы соорудим лавашную ракету создадим соус топлива и запустим ее со стартовой площадки нашей тарелки прямиком в недра желудка что ж приступим помидор покрасневший от этой волнующей минуты нарезаем на кубики не переживаем за выпадающую мякоть ведь это просто эмоции перед полетом выброшенные наружу более сдержанный огурец в отличие от первоиспытателя томата практически с рождения уготован к роли путешественника может поэтому бог одарила вот такой же продолговатой формы что и космическую ракету но экипаж должен быть идентичным друг другу по всем критериям так что огурец тоже нарезаем кубиком лук достаточно дружелюбный но не самый приятный сосед по жилому отсеку нарезаем мелко для того чтобы лук тоже смог пройти элементарный отбор и стать в ряды пищевых космонавтов но это всего лишь обман только часть лука станет экипажем другая часть пойдет в топливо то же самое случится и с чесноком чеснок давим и измельчаем на стартовой площадке появляется пекинская капуста наша ракета сегодня будет очень космополитичной никаких космических гонок вперед и вместе пекинскую капусту нарезаем в добавку к остальным ингредиентам почти все пассажиры на месте но куда же лететь без топлива начинаем его готовить много ума не требуется и вычисления пропорции не требует вмешательства химико-технолога к луку и чесноку добавляем белое опг в составе которого майонез сметана и кефир добавляем и тщательно перемешиваем ну и завершаем изготавливать топливо благодаря участию акционерного общества россыпью кардамон кориандр и соль может вам где-то в глубине души становится жалко наших смешанных товарищей но мы не можем жить без космоса топливо отставляем в сторону пришло время для подготовки основного участника полета курица отправляем ее в центр космической подготовки прямиком на сковородку проходя тяжелейшие испытания с перегрузками переутомлениями и сменами температурных режимов курица наконец-то набирается необходимого опыта для грядущего полета тем не менее просто так мясо в ракету не поместится несмотря на шикарную подготовку нарезаем курицу кубиками дабы остальные пассажиры не испытывали комплексов и так когда все космонавты готовы топливо тоже есть поступаем согласно традиционному плану роскосмоса только сейчас начинаем строить ракету берем лаваш выкладываем пекинскую капусту китайцев намного больше чем нас поэтому даже не спрашивайте почему она идет первее теперь огурец лук и помидор никакой национальной принадлежности для них мы давать не будем и вот под пафосную музыку на стартовой площадке появляется курица все ставки сделаны на нее именно ей предстоит сделать заключительные манипуляции при попадании в омут желудка для того чтобы вкушающий ее субъект ласково гладил себя по животику и молвил вай как вкусно ну и конечно добавляем топлива прямо на наши ингредиенты бензобак для ракеты мы не нашли потому что она еще полностью не построена но после добавки соуса нам осталось только свернуть лаваш и закрепить корпус нашего корабля на сковороде обжариваем с двух сторон придаем приятный цвет для обшивки и вот наше блюдо практически готово но перед тем как отправиться в заветные дали разрезаем ракету чтобы посмотреть на то как себя чувствуют пропитавшиеся топливом пассажиры да вроде бы нормально кто бы мог подумать что это фастфудное сокровище можно так элементарно и просто сделать дома да в общем то все об этом могли подумать абсолютно любой человек чем преимущество домашней шавермы как минимум в том что приготовив ее дома вы лишаете себя ужасающих предположений в духе интересно в этом кафе давненько была санэпидемстанция если вам понравился рецепт то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк дальше больше и лучше называйте ее шавермы пожалуйста если вас не особо затруднит про поребрики я уже молчу и вопрос для особо внимательных из какого я региона свой ответ пишите в комментариях